Всем привет! Давайте порассуждаем, куда же и зачем стремится Россия. Сытая и веселая жизнь российских городов на третий год войны с Украиной может озадачить. Как же так? Ведь каждый день войны стоит России миллиард долларов и тысячу молодых мужчин. Неужели страна так прочна, что совсем не чувствуя цены, которую платит за комплексы неполноценности своего руководства, нам говорят о промышленном росте и расцвете потребительского рынка, чтобы не поднять против себя народ. Бессмысленной войной режим взял его в долю с собой, позволив зарабатывать на убийстве украинцев и на производстве орудий убийства. Но эти вложения ненадолго. Вложения в промышленность, значит, деньги впустую потраченные на дорогое железо, которое будет сожжено и расправлено на фронте через неделю после изготовления. Щедрые государственные осигнования на покупку душ и гробов прожигаются женами и вдовами солдат на перегретом потребительском рынке. Что могут делать россияне на шальные деньги? А делать они могут одно. Россияне лихо и упоенно спускают деньги за убийство украинцев. И эти гуляния могут показаться со стороны признаками того, что, обогатившись на преступлениях против человечности, глубинная Россия наконец-то всплыла со дна и зажила по-человечески. Но это деньги не с неба. Это Россия прожигает взятые сегодня взаймы у себя самой завтрашней. Прогуливает сегодня миллиард долларов тысяча завтрашних мертвецов и тысяча их вдов. Люди, живущие сегодняшним днем, гуляют, по сути, на собственных похоронах, на похоронах завтрашней России. После Второй мировой войны мир помог Советскому Союзу встать на ноги. Мир помог. А сейчас, сейчас никто не поможет. Не сегодня, а завтра все равно все это закончится. Рано или поздно. И, как говорится, близок локоть, но не укусишь. А думать население не хочет. Даже если в ближайшее время Путина они сместят, то он все равно долго-то ведь не проживет. Ему уже 72. А вообще я говорю, должна Россия исчезнуть. Как страна, как государство. И на территории России, бывшей России, должно сформироваться несколько, тем больше, тем лучше, небольших государств. Но государства должны повернуться лицом к человеку, а не человек к государству. Как-то так. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео. И синего безоблачного неба.